Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью. Вопросы материнства и детства, а также качества обслуживания населения в лечебных учреждениях города. Обсуждаем эти темы сегодня с главным врачом 1-го родильного дома города Запорожья, депутатом горсовета Ириной Денщиковой. Денщикова Ирина Александровна образование высшее окончила Запорожский мединститут, клиническую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии. Была главврачом 2-го роддома города Запорожья. Уже более 20 лет главный врач коммунального учреждения родильный дом номер 1. Депутат городского совета двух последних созывов. Заслуженный врач Украины. Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте. На прошлой неделе в горосполкоме проходил круглый стол. На нем обсуждались вопросы улучшения качества обслуживания населения пациентов запорожских лечебных учреждений. С учетом того, что в городе сейчас действительно дефицит бюджета и экономический кризис влияет очень серьезно. Так вот, одно из направлений, которое предложили, это государственно-частное партнерство, что в принципе должно, ну как пилотно, естественно, сейчас все рассчитывают, что очень поможет нашей медицине развиваться успешно. Вы видите в этом какие-то плюсы, минусы? Как это все будет? Это одна из форм работы, в общем-то, в нашем регионе, в нашем городе еще нету таких прецедентов. В течение последних трех лет, если мне не изменяет память, проговаривается вопрос пилотного проекта на базе третьей городской больницы. Я думаю, что это стоит попробовать, стоит довести до логического конца этот проект для того, чтобы, ведь как любой пилот, он нам даст возможность оценить все положительные и отрицательные стороны этого вопроса. А то, что бюджетного финансирования не хватает, это всем давно понятно. И о том, что задекларированный первый пункт 49-й статьи Конституции, второй пункт, все забывают о том, что государство финансирует эту самую бесплатную медицинскую помощь, не работает, это всем понятно. Поэтому я считаю, что это перспективное дело, которое нужно закончить. Этот проект нужно закончить, чтобы понять его результаты. А какие основные изменения должны произойти в финансировании лечебных учреждений для того, чтобы как-то развиваться сегодня в это сложное, я бы сказала, экономическое время? Для того, чтобы мы, опять же повторяюсь, обеспечили бесплатную медицинскую помощь, финансирование должно обеспечиваться государством, либо местными бюджетами под те количество медицинских услуг, которые оказывает то или другое лечебное учреждение. Реформирование местного самоуправления повлияет на этот вопрос? Ну, сложно сказать, как это реформирование, оно еще не началось, когда оно будет происходить. Тогда мы, наверное, сможем ответить на этот вопрос, повлияет оно или нет, когда мы точно будем понимать, как оно будет реформировано. Пока мы не имеем достаточного финансирования, поэтому все лечебные учреждения используют дополнительные источники финансирования. Несколько лет подряд вообще мы говорим о медицинской реформе. В наших программах выступают врачи, которые говорят, что вот начинается, семейные врачи, внедряем эту практику. На сегодня можно сделать какие-то выводы, какие-то результаты? Есть это и работа уже? Ну, дело в том, что ведь реформирование первичной медико-санитарной помощи было рассчитано проект до 2020 года. На сегодняшний день у нас второе полугодие 2014 года. Поэтому иметь те планируемые результаты, которые мы хотели при подведении работы в пилотных проектах, их еще нет. В нашем городе на самом деле тоже создана первичная служба Центра первичной медико-санитарной помощи. Я так думаю, что так как они работают только с начала года, сложно еще подводить итоги. Я думаю, что нужно немножко поработать, посмотреть для того, чтобы сделать какие-то выводы. А семейные врачи – это популярная уже практика в Запорожье? Вы наблюдаете людей, которые обращаются к семейным врачам, затем приходят профильно к вашим специалистам? Вы знаете, менталитет народа, тем более в областном центре, он сформирован десятилетиями, когда человек имел право выбора. Приходя в поликлинику, вот он хотел пойти к узкому специалисту, он так считал, он туда шел. Поэтому должно пройти время, должны привыкнуть и население, и врачи. И, в общем-то, количество семейных врачей у нас еще недостаточное. Ведь, в общем-то, одной из проблем на сегодняшний день является то, что дефицит именно этих семейных врачей и есть. И ведь семейный врач, он же не родится по мановению, взмаху волшебной палочки и почему-то вот сиюминутному желанию. Эти врачи должны готовиться. Они должны готовиться еще, начиная с медицинского университета. Потом, в общем-то, как и любой другой врач, получив базовое образование, он должен совершенствоваться. Должна быть, как и в всех лечебных учреждениях, есть программа, непрерывная программа повышения квалификации. Сейчас приходят молодые доктора, которые владеют свободно, являются пользователями интернета. То есть, есть у нас организованы нашими медицинскими вузами интернет возможности общения, повышения своей квалификации. Здесь, конечно же, зависит от желания, от потребности человека, который хочет совершенствоваться, хочет достичь этого совершенства. Которого в медицине и в искусстве врачевания его просто не бывает. Именно этого совершенства. Но стремиться к этому нужно. И возможности для этого есть. А ваше отношение к Институту страховой медицины? Почему сегодня в Украине этот проект застрял, так сказать, на своем старте? По многим причинам. У меня положительное отношение к страховой медицине. Но, к сожалению, он застреет у нас на определенных отрезках времени по многим причинам. Где-то не хватает воли для того, чтобы провести это. Где-то происходит какой-то конфликт интересов. Сейчас в той ситуации, которая происходит в стране, в общем-то, экономика у нас, к сожалению, не на том уровне. И обеспеченность рабочими местами населения тоже нет. Поэтому тут тоже есть свои проблемы. Но я думаю, что в нашем государстве все равно будет внедрено государственное страхование. И это поможет нашему населению получать качественную и доступную медицинскую помощь. Полгода Украина живет в сложной ситуации. И экономической, и социальной. Сложно вашему лечебному учреждению сегодня на чем-то экономить? Вы знаете, нам сложно было всегда. Потому что в последнее время конкретно вы задаете вопрос, исходя из того бюджета, который мы получили. То в общем мы финансируемся, вот мы посчитали у себя, на 36,4% от потребности. Поэтому мы вынуждены прибегать к использованию дополнительных источников финансирования. И, как правило, это благотворительные фонды, страховые компании для того, чтобы обеспечить функционирование лечебного учреждения. Без этих дополнительных источников финансирования просто, как вы понимаете, лечебное учреждение функционировать не может. А вообще, Ирина Александровна, как сами оцениваете техническую оснащенность Первого роддома? Сложно. Вы знаете, что свое оценивать всегда очень сложно. Но, во всяком случае, мы стремимся к тому, чтобы на фоне основных принципов того самого искусства врачевания у нас были какие-то новые технологии. И по возможности мы стараемся их внедрять и обеспечивать. Спасибо. Благодаря и депутатскому корпусу, и пониманию исполнительной власти выделяются бюджетные финансирования для того, чтобы у нас развивалась именно эта пренатальная диагностика. И приобретается оборудование, которое позволяет нам совершенствовать малоинвазивные операции. Вот единственный в Запорожье, я так знаю, что коммунальный, бесплатный вот этот маммограф, аппарат расположен именно у вас. Записаться на прием к специалисту, пройти обследование, это сегодня сложно? Нужно как-то сделать это заранее, за несколько месяцев? Или все намного проще? Где получить направление? Сказать, что это единственный аппарат в городе, будет неправильно и неправда. Потому что это просто единственный муниципальный аппарат. То есть это у нас в нашем лечебном учреждении, в родильном доме. Работают с 2003 года две программы бесплатного скрининга беременных женщин. И с 2009 года, когда был приобретен аппарат, работает абсолютно на безоплатной основе, финансирует это местный бюджет, маммографическое обследование. Для удобства женщин. Женщины могут получить направление по месту жительства в женской консультации у своего участкового врача. Много обращается женщин за последнее время? Потому что вот эти, говорят, последняя статистика говорит о том, что южные регионы, индустриальные регионы подвержены, как никто другой, онкологическим заболеваниям. Но среди женщин, соответственно, направление это онкозаболевание молочных желез. Сколько женщин вообще приходит к вам? Количество женщин, которых мы можем принять, зависит от возможностей аппарата. То есть существуют нагрузки, это рентгенологическое обследование. То есть здесь существует время проведения самой манипуляции. Посему поэтому это только количество людей, которые мы можем пропустить, зависит от, вот 20 минут уходит на одного пациента. Вот работает в две смены, вот это все то, что мы можем. А есть у нас маммографы и в частных кабинетах, есть у нас маммограф в Центре реабилитации и репродуктивной функции человека. То есть как бы женщины имеют, есть в онкодиспансере, поэтому вероятность обследования. То есть если есть необходимость, можно, естественно, обращаться. Можно найти варианты, да. В последние годы, не знаю, может это мое личное мнение, но вот наблюдаю, что популярность среди подростков, старшеклассниц, интерес вообще к вопросам материнства. Дети через интернет узнают все эти вопросы. Но вот раньше было популярно, когда профилактические процедуры такие, или осмотры, или консультации проводили специалисты из роддомов, приходя в школы. Такие небольшие классные часы для девочек. Сейчас такие профилактические встречи бывают? Значит, у нас, говорю о своем лечебном учреждении, но я думаю, что эта система работает во всем городе. Существуют у нас школы, в нашем частности, университет гигиенических знаний. То есть это в школах, в лицеях, доктора имеют там программу. Программа утверждается администрацией лечебного учреждения, администрацией школы соответствующей, в которую выходят. И там разработана программа, где эти знания девочки могут получить. Все, что касается профилактических осмотров, это только в школы с профилактическими осмотрами мы не выходим. Это делается только на базах лечебных учреждений, потому что детки несовершеннолетние, а по существующему законодательству это может происходить только в присутствии и согласии родителей. Поэтому по обращаемости, конечно, все это происходит. А гигиенические знания, да, это мы широко, широко используем. Плюс у нас работают школы сознательного родительства, где тоже женщины могут, уже будучи беременными, и получат все необходимые знания, независимо от их возраста. Вы как специалист наблюдаете сегодня снижение или рост рождаемости среди запорожанок? Статистика, она очень как бы жесткая, жесткая, да, действительно, с 2008 году, вот если брать за последнее время, с 2008 года, когда у нас было как бы стабильное какое-то количество родов, то потом до 2012 года было по чуть-чуть, где-то на 500 родов у нас было меньше. В 2012 году мы очень обрадовались, потому что у нас появился прирост. То есть у нас было на 580, если мне не изменяет память, больше родов за год. Но 2013 год нас несколько огорчил своим снижением, снижением количества рожденных детей, количества родов. А прогнозы по нынешнему году? Сложно сказать. Это очень сложно сказать, потому что эти вещи как бы связаны со многими причинами. И с психоэмоциональным состоянием людей, и с той обстановкой, которая у нас в стране, и с состоянием здоровья женщин, которая тоже, к сожалению, связана с этим напрямую. Поэтому прогнозы какие-то я не рискну делать. А средний возраст женщин, которые решаются стать мамами? Абсолютно разные. И в последнее время тенденция была такая вот до этого года. Взрослые женщины, которые состоявшиеся, которые… То есть сознательное материнство. Которые рожают, да, рожают и второго, и третьего ребёнка. И с помощью вспомогательных репродуктивных технологий рожают первого ребёнка те женщины, у которых были проблемы с репродуктивным здоровьем. Дефицит каких специалистов, я имею в виду, медицинское направление сегодня испытывает наш город? Ну, на сегодняшний день, с учётом реформирования здравоохранения и организации первичной медико-санитарной помощи, конечно, это прежде всего семейные врачи. То есть над этим работает и медицинский университет, и академия после дипломного образования. И стараются использовать все формы обучения лечебное учреждение. Поэтому на сегодняшний день семейные врачи – это главное. Но для этого всё равно нужно время. То есть чтобы хорошего специалиста воспитать, научить, чтобы он прошёл практику. Сколько лет нужно сегодня выпускнику медицинского вуза, чтобы стать хорошим врачом? Ну, если это ориентироваться на пилот, то это будет 2020 год. То есть с 2020 года, в общем-то, должна быть уже окончательно перейти к институту семейного врача. То есть вот у нас есть 6 лет для того, чтобы… Совершенно мы не коснулись успехов Вашего лечебного учреждения. Ну, я думаю, что успехи, они, как бы, говорить о них, наверное, не стоит. Они говорят сами о себе. Поэтому скорее, наверное, для того, чтобы достичь успехов, важно обозначить проблемы, обозначить те точки, на которые нужно воздействовать для того, чтобы достичь этих успехов. Для того, чтобы воспитать специалиста, это должно быть минимум 7 лет. Когда специалист, при его желании, самое главное ещё, должно быть желание специалиста совершенствовать. То есть минимум 7 лет нужно для того, чтобы доктор был уже самостоятельно, адекватно работающий. Несмотря на такой специалист, Вы профильный в одном направлении, а специалист общественный совершенно в другом, Вы депутат городского совета. Сложно совмещать профессиональную и общественную работу? Не знаю, наверное, для этого, если у тебя есть желание и мотивация, то ты это будешь делать. Если его нету, то тогда ничего не получится. У меня мотивация всегда была такая, чтобы максимально обеспечить качество, доступность и максимально эффективную медицинскую помощь нашему женскому населению. Депутатская работа мне в этом помогает. И в плане обеспечения лечебных учреждений, и в том реформировании, которое в здравоохранении происходит. То есть к Вам идут не только профильно, не только женщины с своими вопросами? Конечно, конечно. Должно быть желание у человека помочь. Если оно есть, тогда всё складывается. Где и когда проводите личный приём? Приём по вторникам. Второй и четвёртый вторник в школе, средняя школа. У меня Коммунаровский район, округ на Коммунаровском районе, 14-я и 70-я школа. Вдруг так придётся человеку из другого района прийти к Вам на приём? Это возможно? Так, возможно, конечно. Но, в принципе, все жители знают своего депутата на округе и стараются обращаться к нему. Спасибо Вам большое, Ирина Александровна, за это интервью. Всего хорошего. Всего доброго. Спасибо и Вам. Вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили с депутатом городского совета, главным врачом первого родильного дома города Запорожья Ириной Денщиковой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин